В Хакасии вышла в свет третья часть книги по улицам длиною в жизнь. Это книга об истории Абакана. И сегодня в нашей студии ее автор, краевед Лидия Белоусова. Лидия Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, уже третья часть, казалось бы, так много рассказали во второй части, чему посвящена третья? Ну, мы продолжаем знакомить с улицами, с первыми улицами города Абакана, которые появились в 30-е годы. Что интересного вам удалось раскопать, так скажем, в ваших архивах исторических? Ну, я считаю, это интересно то, чему я сама, как сказать, удивлена и, допустим, до последнего момента не верю. Вот, допустим, еще когда два года назад занималась подробной историей кинотеатра Победы, я пыталась найти, когда постановление, решение, когда появились скульптуры, которые у нас были на балконе, стояли. Они стояли в 50-е годы. А потом, когда неизвестно исчезли, и вот эти уже новые, которые стоят, их поставили в 2011 году. И я так и не нашла, потому что сами их поставить не могли, тем более. И буквально вот стало хорошо, сейчас в интернете можно фотографии, там обмениваются мнениями. И стала появляться информация, что скульптура Сталина стояла на кинотеатре Победа. Сначала, конечно, я сразу это отметала пока даже. Ну, а в голову даже не пришло, вот все фотографии, которые, допустим, встречаются там, они издалека, близко нет. А в голову даже не пришло увеличить фотографию, чтобы рассмотреть, ну, господи, летчик, танкист, прихотинец. Какие могут быть вопросы, какие могут быть сомнения. А потом вот мне один товарищ прислал фотографию, где четко видно, что посередине стоит Сталин. Вот представляете, вот пока вот эту фотографию не увеличил, вот он сравнил с другими скульптурами. Потому что, когда, допустим, документы встречала в 1937 году, у нас Дом Совета уже начали строить в 1936 году, и в 1932 году Дом культуры, и там просто было решение скульптуру Ленина приобрести и Сталина. То есть поставили перед Дом культуры Сталина, ой, Ленина, и Дом Совета, понятно. А здесь так и не, как они появились, и потом вот уже там, ну, вот так, при желании прочитаете, как бы догадать, откуда они там появились, и как там появился Сталин. То есть вот это загадка, во-первых. Получается, мы думали, что это танкист за все это время? Пехотинец. И я просто предполагаю, что, во-первых, если там Сталин сказал, только не стоял, то, естественно, то в 1961 году уже не было, уже исчезли. То есть это, допустим, я не могла это видеть, не могла это помнить. А появились, я считаю, уже в начале 2000-х, кто-то увидел фотографии, и кто-то из журналистов первый написал. Ну, естественно, кто мог? Летчик, танкист, пехотинец. Пехотинцы уже просто придумали. И подхватили. Так это уже на протяжении скольких лет это... И даже сейчас, когда в 2011 году новые скульптуры поставили, Анатолий Цыплин, который по эскизам я узнавала у него, он делал это по эскизам. Я надеялась, что вдруг у него фотография, что он по фотографии делал. Нет, по эскизам. И тоже даже в голову не пришло, что посередине кто-то стоял. Ну, может быть, оно и к лучшему, что сложилось так, и теперь у нас на киноцентре культуры Победы нет скульптуры Сталина. Она далеко не единственная была в то время у нас в центре БК. Тоже я встречала, что уже давно пытаются и журналисты найти, и загадку разгадать. Почему перед национальной школой, сейчас здесь школа номер 3, у нас стоит балерина, да, там же национальная школа, в 1948-1949 году ее построили. И считалось, что эта балерина изначально перед национальной школой. Почему она там? Почему именно балерина? Все это как бы пытались, почему? Решить не могли. И буквально тоже недавно появилась информация, Алексей Аненко позвонил, что ему сказали, что там стояла скульптура Сталина. Я пошла к директору гимназии национальной теперь, Мария Николаевна. Она подтвердила, да, стояла это. Сталина в том 60-м году, когда убирали и поставили балерину. Когда построили школу и хотели поставить Сталина, заказали скульптуру, но вместо Сталина прислали балерину. Ну, вероятно, коль Сталин стоял, потому что мне даже потом фотографию дали в национальной гимназии, значит, все-таки повторный заказ, что Сталина прислали, а потом, по-видимому, эта балерина лишала своего часа, ждала. И свергла Сталина. И когда Сталина убрали, поставили балерину. Все-таки ее судьба была, наверное, стоять. Потому что иначе не объяснишь. Ну, откуда балерина перед национальной школой? Да, причем здесь балет, да? Причем балет, да. Я бы поняла, если бы перед Домом культуры там у нас был балетный кружок. Ну, такие вот загадки преподносит нам история. Кто же недополучил балерину, интересно, в каком городе, если... А в 50-е годы у нас очень много было разных скульптур. Помните же, в Орленке женщина с веслом была. И вот сейчас фотографии старые уже стала пересматривать, ну, скульптуры какие, да? И даже вот Тесхакзо, где сейчас МВД, там скульптуры из Кереки стояли перед зданием. Где фонтан или перед зданием? Нет, прямо там сбоку я просто... Ну, издалека не видно конкретно, что. Утический институт был напротив Победы. Там тоже скверик же был, это перед институтом, все загорожено было. Там тоже какие-то скульптуры стояли. То есть скульптуры... А парк Орленок, по-моему, в 40-м году там и танкист стоял, и летчик. Хотела спросить, увидела Дом культуры с памятником Ленина? Куда делся, не знаете, вот порвал? Нет, нет. Я даже думала, может быть, этот памятник... Вот сейчас ездила, проверяла по Пушкина, сельхоз... Ага, да, да. Нет, там другой. Другой, да? Интересно и то, что сохранилось с тех времен практически в том же виде, как было построено тот же дом для учителей, или как правильно он назывался? Да, в 51-м... Да, дом для преподавателей. Это учительский институт, он учительский институт называл. В 51-м году построен. Это рядом с новым корпусом ХГУ по улице Карла Маркса. Да, такой двухэтажный, на первом этаже магазин занимает, а второй этаж похоже так, жилые квартиры. Так хочется на экскурсию сходить. Он такой, не придёшь, не скажешь, я хочу посмотреть. Ну, может быть, добрые люди там живут, и отнесут их с пониманием, может быть, им самим интересно. Порой же у нас люди живут и не знают на самом деле вообще истории своей улицы, своего дома. И если особенно они, допустим, живут не так давно, не с 50-х годов, то, естественно, они понятия не имеют, сколько лет их дома. То есть уже 51-й год, скоро юбилей. Ну да, есть повод. Ну, надо признать, у нас не такая разнообразная архитектура в Абакане. Всё-таки он построен как-то в один период. Мы видим, как это так чётко видно даже, что было в Сталинской, что более в поздние времена. Как-то не сказать, что разнообразно. Ну, видите, Абакан, допустим, в 30-е годы это обыкновенно строили частный сектор в основном. А в 50-е годы уже, когда пошли Сталинки строить, как мы их называем, Сталинские империи, Сталинки, ну, они у нас обыкновенные, простые, да? Потому что, если когда посмотришь Сталинки, какие строили новосипирские, какие в Красноярске, какие красивые многоэтажные, там же 7 и 9 этажей. Ну, а у нас такие простые, простенькие. Но всё равно для нашего города это же было... Такси 50-х, пожалуйста. О, это дом специалистов рядом с ним. Да, его же построили в первую очередь, и хотели вторую и ближайшую, его в 51-м году ввели, да? И вы, может, даже вот сейчас, если проходите, обратите внимание, что вот эта, которая сейчас выходит на улицу Ленина, она красиво охотно украшена. А те, как построили, и сколько, я сейчас не помню, ли, 80-90-е годы, не помню сейчас, не могу сказать, и они до сих пор не покрашены. Как недостроенные немного его так и оставили. А правда, что это был первый дом с коммуникациями? Да, да. Ну, там местные эти были, да, первые у нас в городе, потому что у нас же водопровод только 50-х годы построили. И, естественно, не было, допустим, вот эти, ну, как бы, первые дома с удобствами, в том смысле, что вода была, это вот дома, которые, как Треста Хакзот называют, за МВД стоят. Но там была своя водокачка, и у них были ванны. Даже в газете печатали в 40-м году, что даже ванны. А почему дом специалистов называется? Потому что инженерных работников, потому что у нас, ну, представьте, 31-й год, село становится городом, нужно строить. К нам, ну, в то время партия посылала, присылали на год, там, на два. К нам никто не хотел, естественно, ехать, потому что где жили? Жилье в обыкновенных домах, избушечках даже. Даже потом не хватало на согре, селили. И, естественно, ну, как, отработают там, положено, и уезжали. И вот чтобы задержать, чтобы приезжать к нам специалисты, чтобы оставались, вот, для инженерных работников, вот так и сюда. Как хотели, как хотели задержать, что такой дворец построили. Я, по-моему, и сегодня в обыкновении красивее дом моё поколение. Я до сих пор дом называю Дом специалистов. Я так вот, поэто... А где это? Я даже не знаю, как объяснить теперь. Как его называют сейчас? Мы называем тоже Дом специалистов. Мы его всегда, потому что мы от вас научили. А вот это интересно. Это, я так понимаю, здесь ещё должна быть дружба вырасти. Это же вообще поразительно. Когда улица, фотография 66-го года, это примерно заканчивается, где сейчас улица Крылова. Почему-то вот улицу Щетинкина начали строить вот с этой, с правой стороны, то есть кирпичные такие дома. В 80-е годы здесь уже стали строить свечки на этой, на чётной стороне. А здесь ещё в 80-е годы до Кирова частный сектор был. Вот, кстати, нашла, случайно открыла. Просто интересная книжка, я вас перебиваю постоянно, что-нибудь увижу. Вот этот сквер за МВД, многострадальный. Тут, оказывается, и балерина какая-то, ещё отработающая фонтан. Да, кстати, вот это был первый фонтан в городе. Ещё воды не было, фонтана не сделал. У них же своя водокамочка была, они себе могли это позволить. И там я жила рядом по Советской, примерно где-то напротив школьника. И в 6-7 лет мы бегали туда играть, к этому фонтану. И вокруг фонтана стояли 5-6 скульптур. И ни одной фотографии не могу такой полноценной найти, чтобы вот этот фонтан был и эти скульптуры. Интересно, что вот раньше была застройка какая, вот как просторно строили. Получается, вот эти, смотришь, первые, вот дом специалистов, потом вот аптека, дом культуры, на каком вот расстоянии? Видите, у нас очень долго не было плана застройки города. Хотя ещё в 30-е годы посылали, уже пытались план заказать, сделать. Но даже вот в 50-е годы, только вот когда и стала застройка, только Ленгер, Ленинградский проектный институт готовил. А до этого и строили места, где место есть, найдут, выделили место, здесь строят. То есть плановости никакой не было. Архитектор Акимкин, по-моему, писал, строился город по белым пятнам. То есть где есть место подходящее, там строили. Где пусто, там. И поэтому сейчас вот у нас, видите, соседствует иногда. Старый дом рядом, современный строят. Сейчас, кстати, на Ленина. Это и придаёт такой своеобразный облик. Спасибо большое, Лидия Ивановна. Понимаю, что мы про все объекты не поговорим, про всё, что написано. И, наверное, зрители сами почитают. Спасибо вам. Пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok